всем привет вы на моем канале о вязании сегодня вяжем вот такую сумочку она небольшая но достаточно вместительная вяжется очень быстро ее размер ширина примерно 22 23 сантиметра высота 16 17 сантиметров и ширина этой части примерно 4 5 сантиметров для вязания понадобится нам два мотка полиэфирного шнура 3 миллиметра вот у меня осталось больше половины крючок номер 4 можно взять три с половиной ножницы если вы будете вязать из полиэфирного шнура то нужно будет зажигалка для начала вязания вам необходимо отмерить кончик нити примерно метр может быть чуть чуть поменьше но лучше мы сделаем с запасом кончик потом покажу для чего нам этот кончик будет нужен и так основная нить у меня вот она я делаю крючком первую петлю узелок это будет первая воздушная петля мы ее тоже учитываем вязание сейчас нам нужно набрать цепочку из из 24 воздушных петель первое уже набрано еще нужно набрать 23 2 3 4 5 6 24 воздушные петли набраны свободный кончик оставлен нам кончик сейчас пока не нужен кому полностью не свяжем овальная донышко для нашей сумки мы вставляем крючок и провязываем 3 столбика без накида за вот эту перемычку 1 столбик сюда же мы провязываем второй столбик и сюда же мы провязываем 3 столбик находим первый столбик нам понадобится сейчас маркер находим самый первый столбик 12 и вот вот самый первый этот 3 2 и 1 вот он 1 мы его помечаем маркером начало ряда сейчас полностью до конца нашей косички из воздушных петель мы будем провязывать за вот эти задние перемычки по одному столбику без накида вставляем крючок и провязываем 1 столбик без накида снова вставляем крючок и провязываем 1 столбик без накида за перемычку и столбик без накида до конца самостоятельно осталось провязать 2 столбика предпоследний и в последний петлю воздушных последний мы провязываем 3 столбика без накида таким образом в центр узелка вот таким образом вставляем крючок то есть над крючком у нас нить и половинка петли и провязываем 3 столбика без накида 1 сюда же 2 и сюда же 3 столбик сделали закругление вот этот кончик который у нас большой метровый мы за него тянем и стягиваем наш узел чтобы отверстия здесь не было вот этот свободный кончик длинный мы его сейчас откладываем то есть мы его в вязание не прячем находим косички вот они это получается лицевая сторона воздушной цепочки и за обе половинки косички мы вставляем крючок захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида по одному под следующую косичку подобие половинки вставили крючок захватываем рабочую нить провязываем столбик без накида следующую под обе половинки вставляем крючок захватываем рабочую нить провязываем столбик без накида старайтесь провязывать все столбики с одинаковой плотностью с одинаковым натяжением нити мы дошли до первого нашего столбика который помечен маркером маркер убираем нам нужно сейчас перемычка вот этого столбика то есть вот этот мой пропустили и провязываем также столбик без накида и помечаем его маркером в этот же в эту же перемычку мы сейчас вяжем еще один столбик сюда же находим следующий столбик с изнаночной стороны нам нужно снова вот эта перемычка вот у нас идет косичка вот за ней идет перемычка мы вставляем крючок за перемычку и тоже провязываем 2 столбика без накида сейчас мы все всю нашу сумочку будем вязать только за задние перемычки находим третью перемычку и по в нее провязываем тоже два столбика без накида то есть на закругление у нас сейчас 6 столбиком было 3 сейчас 6 далее провязываем за вот эти же задние перемычки до начала скругления овала каждый столбик по прямой линии мы вяжем по одному столбику без накида за заднюю перемычку по прямой линии от закругления я сейчас его закрыла пальцем и до закругления второй стороны у нас 22 столбика без накида то есть вот по прямой стороне 22 столбика с одной стороны и 22 столбика с другой стороны и идут столбики скругления то есть каждым рядом мы будем их провязывать по-разному сейчас доходим до я предлагаю помечить вот это вот закругление где мы будем делать прибавление еще одним маркером чтобы не путаться и примерно понимать где вам делать прибавление где их не делать если вы новичок в вязании то лучше воспользоваться маркером если вы и так понимаете без маркера то можно без маркера итак самый первый столбик нашего скругления то есть мы находим вот эти вот тройной стол утроение 1 2 и 3 вот этот самый первый столбик мы пометим маркером от одного скругления то есть вот мы один столбик убираем и вот вот это вот скругление которое мы сейчас пометили маркером мы тоже убираем нас 22 столбика по прямым линиям с одной стороны 22 провязываем и с другой стороны провязываем дошли снова до закругления у нас сейчас помечен маркером и вот каждый столбик из трех он нас стоит из трех столбиков как как вы помните 1 2 и 3 каждый мы удваиваем за заднюю перемычку 1 и сюда же мы провязываем второй столбик маркером маркер перемещаем в первый столбик удвоенный вот он вот он пометили и каждый следующий столбик мы удваиваем 1 сюда же второй столбик и следующий столбик мы тоже удваиваем 1 и сюда же второй готова сейчас снова по прямой линии вяжем 22 столбика без прибавлений я довязала сейчас второй ряд дошла до маркера начала ряда и сейчас мы будем делать прибавление в третьем ряду для этого первый ряд первый столбик мы удваиваем тот столбик который у нас помечен 1 переставляем маркер сразу то есть мы сейчас будем удвоение делать через столбик 1 и сюда же второе прибавление второй столбик следующий столбик мы провязываем один столбик без накида следующий столбик провязываем 2 столбика то есть вот объясняю у нас было во втором ряду 6 столбиков то есть три удвоенных столбиков то есть каждый столбик первого ряда мы удвоили вот они видите такие отверстия то здесь два столбика 1 2 1 2 и здесь тоже 12 и сейчас вот это удвоение предыдущего ряда вот 12 первый столбик мы удвоили а второй столбик из этого удвоения мы провязали один следующее удвоение 2 ряду вот она 12 1 столбик мы удвоили и следующий столбик этого удвоения в следующем и провязываем один столбик и следующее удвоение 2 ряда вот она 12 в первый столбик мы провязываем 2 столбика без накида 1 и сюда же 2 опять же все за заднюю перемычку а во второй столбик удвоения вот она ведь удвоение я его расширил вот как бы отверстие такое получилось во второй мы провязываем 1 столбик все закругление мы закончили и сейчас вяжем снова 22 столбика по прямой линии 2 3 4 и самостоятельно по вот этой прямой линии до следующего скругления до вот этого красного маркера и сейчас мы в первый столбик провязываем удвоенный столбик удваиваем моего 1 и 2 перемещаем маркер в первый столбик удвоения вот он 2 вот это 1 следующий столбик вот из этой пары удвоения мы в следующий провязываем 1 столбик следующую пару столбиков вот он 12 удвоенный столбик в первый мы провязываем 2 столбика без накида 1 сюда же 2 а следующий столбик мы провязываем одинарный столбик 1 снова дошли до удвоенного столбика вот он видите в одном отверстие 2 столбика в первый мы провязываем 2 столбика то есть чередуем 2 1 2 1 1 сюда же 2 и в следующий мы провязываем 1 столбик без накида все закругление закончили и снова вяжем 22 столбика без накида за заднюю перемычку до следующего скругления то есть до начала ряда до желтого маркера до желтого маркера мы провязываем 22 столбика сейчас мы вяжем последний четвертый ряд нашего донышко сейчас мы будем делать прибавление таким образом вот этот удвоенный столбик мы провязываем в каждый из столбиков по одному столбику без накида вот он один столбик помечаем его маркером наше начало ряда следующий вот этот удвоенный столбик вот уметь и 12 следующий мы провязываем тоже один столбик без накида а в одиночный вот одиночный столбик мы провязываем 2 столбика без накида 1 и сюда же 2 мы не делаем прибавление над прибавлениями что мы вяжем в каждый из столбиков вот этих удвоенных по одному столбику 1 следующий тоже один потом одинать одиночный столбик мы в него вяжем два столбика без накида то есть делаем удвоение снова дошли до 2 до 3 удвоение в каждый из удвоенных столбиков мы вяжем по одному столбику и вот он одиночный столбик получается последний в нашем скруглении мы его удваиваем один и сюда же второй столбик дошли до прямой линии овала и вяжем за задние перемычки вот они вот они за задние перемычки 22 столбика без накида то есть по прямым линиям у нас всегда 22 столбика без накида эта цифра она неизменна дошли до следующего скругления до красного маркера убираем его и скругление у нас начинается опять удвоенным столбиком вот он 1 и 2 в каждой из этих столбиков мы провязываем по одному столбику без накида 1 мы отмечаем маркером как начало нашего скругления следующий мы провязываем 2 столбика следующий мы провязываем также 1 столбик далее идет у нас одиночный столбик вот он в него мы провязываем 2 столбика без накида все опять же для того чтобы распределять удвоение чтобы не было углов снова удвоенный столбик и в каждой из удвоения мы провязываем по одному 1 и в следующий столбик мы тоже провязываем 1 столбик без накида снова идет одиночный мы его удваиваем 1 и сюда же второй столбик готово снова удвоение 1 и в каждой из них мы вяжем по одному столбику 1 и следующий тоже один столбик и в одиночный столбик следующий который идет за удвоение мы его тоже удваиваем 1 и сюда же второй столбик вот вдвоение 11 и довязываем до желтого маркера 22 столбика без накида по прямой линии овала также все за заднюю перемычку и сейчас мы будем вывязывать стенки сумки убираем маркер начало ряда и полностью сумочку мы будем вязать за задние вот эти перемычки столбиков без прибавлений и без убавлений единственное только отмечайте начало ряда и полностью на необходимую высоту сумочки мы вяжем без прибавлений то есть в каждую заднюю перемычку мы провязываем по одному столбику без накида то есть как вы видите я не делаю ни одного прибавления и пока стенки сумки не выросли слишком высоко нам нужно вот этот хвостик который мы оставляли примерно метр нам нужно сделать завершение донышка вставляем крючок ставили и с изнаночной стороны захватываем вот этот кончик и вытягиваем его на лицевую сторону сейчас находим следующий столбик вот откуда нас выходит два столбика 1 и 2 то есть верхней и нижней и между ними такое вот небольшое отверстие вставляем сюда крючок захватываем с изнаночной стороны хвостик и протягиваем через имеющуюся петлю на крючке снова находим следующее вот это отверстие откуда у нас выходит 2 столбика сверху и снизу вставляем крючок захватываем хвостик с изнаночной стороны и провязываем через петлю на крючке дошли практически до конца осталось последнее отверстие это столбик откуда у нас вот она видите отверстие столбик откуда у нас выходит 3 столбика без накида это самое начало вязания вставляем крючок захватываем хвостик и полностью этот хвостик вытягиваем вытянули так вставляем крючок снова в это же отверстие но только с изнаночной стороны и захватываем вот этот хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону вот мы закончили и сейчас этот хвостик мы закрепляем вязание я делаю узел таким образом затягиваю этот узел это место желательно еще подшить ниткой с иголка в цвет и между вот этими задними ножками задними вот этими петлями вот этот хвостик протягиваем и прячем я довязала сумочку до желаемого мне размера высота стенки от донышка примерно 16 сантиметров если вам нужна сумочка повыше вы можете еще вязать у меня осталось больше половины вот второго матка сейчас нам нужно закрепить самый крайний ряд вот это вот косичку так я изменила крючок на три с половиной сейчас находим самую первую косичку первого ряда вот она ставила крючок под обе половинки косички и провязываю соединительные столбики 1 2 и так по окружности всей сумочки проходимся по самой верхней косички вот такими соединительными столбиками самый первый столбик я сейчас отмечу все и самостоятельно доходим до вот этого маркера до конца ряда я довязала соединительными соединительными столбиками сейчас мне нужно вот сейчас вытягиваем край примерно сантиметров на 8-10 слишком длинные вытягивать не нужно отрезаем и кончики нужно подпалить потому что мы вяжем из полиэфирного шнура если вы вяжете из хлопкового шнура то ничего делать не нужно если из полиэфирного обязательно нужно подпалить иначе край начнет сыпаться берем крючок вот этот маркер нам уже не нужен вставляем крючок под первую косичку от под этот первый соединительный столбик захватываем кончик вытягиваем его возвращаем крючок в петлю которая у нас была самая последняя возвращаем таким образом с изнаночной стороны чтобы крючок вошел в центр вот этой косички последней и захватываем кончик протягиваем на изнаночную сторону мы сделали точно такую же косичку как и все по окружности нашей сумки провязаны и из изнаночной стороны этот хвостик нужно спрятать в общем то основная часть нашей сумочки готова в качестве клапана можно использовать вот такой например кожаный клапан он крепится за вот такие отверстия дырочки прикрепляется к сумочке сюда крепится замочек любой и вот так эта сумочка смотрится совсем по-другому но и связанным клапаном тоже будет смотреться неплохо вот у меня есть такая кнопочка из кожи заменителя в эту сумочку можно также вшить и замочек молнии и сделать вот такую вот кнопочку она будет служить в качестве замочка и в качестве такой декоративного элемента в качестве элемента